Учиться непросто Это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура! Друзья мои, здравствуйте Я детский врач Михаил Гаврилович А это мой друг Алтай голос подает Мы ждем в гости наших соседей Веру и Фому Вера первоклассница А Фома постарше Помогает ей в учебе Мы вместе пьем чай с вареньем И беседуем О, идут Алтаюшка, здравствуй, мой хороший Здравствуйте, дядя Миша Добрый день, Михаил Гаврилович Алтайща Привет, дружище Да, да Фома Хватит его за уши трепать Но ему нравится Нравится тебе, лохматенция Дядя Миша Чего она Алтайчика дразнит? Рычит? Ладно тебе Мы с Алтаем любим Рычать, да, Алтай? Фома Повыщали немножко и хватит Мойте руки и за стол У нас сегодня вкусные рогалики И творожные сырки Ура! Рогалики и творожные сырки Только и знайте со своим Генкой Что баловаться Кричат, рычат Кто балуется? Мы играем Между прочим, Генка вообще рычать не умеет Не умеет, а почему? Верочка, давай чайку налью Подставляй чашку А Генка просто звук р-р-р-р не выговаривает Ну, почти Да что ты говоришь Ну да, у него еще из детского сада проблемы С логопедом занимался-занимался А все равно картавит Хе-хе-хе Ничего смешного Да ладно, я так Так она, все вы так Фома, мне твой Генка нравится Я знаю, что он веселый, хороший Еще какой хороший А вы все только и знаете, что хихикать Неужели все? Ну нет, сейчас-то уже меньше дразнятся, привыкли А вначале в классе многие смеялись над тем, как он говорит Ну я им, конечно, объяснял Угу, кулаками Дрался? Ну не то, чтобы прям дрался Я защищал, Генка же мой друг, еще с первого класса Я не хочу, чтобы его обижали Ну драться нехорошо Но то, что ты за друга стоял горой, это похвально Ну правда же, Михаил Гаврилович, какая разница, выговаривает он или нет? Не это же главное в человеке, какой-то там звук Да, вот мой сын Алеша, когда был маленький, долго не мог научиться выговаривать звук ш Говорил фывка, фавка, фапка, фафлык И очень обижался, когда над ним смеялись А потом научился? Ну с трудом, но тоже занимался слогопедом Ну Фома, ты прав, некоторым детям, да и взрослым отдельные звуки так и не даются И ничего в этом страшного нет У каждого человека свои особенности А французы вообще вместо Р говорят Р И в английском языке нашего рычащего звука Р нет У них Р А у папиного начальника есть другая особенность У него голос тоненький-тоненький, как у девочки Но сам он при этом богатырь И он хороший начальник Папа говорит, профессионал Вот видите, физические особенности, необычная внешность или поведение Вообще не повод для того, чтобы судить о человеке И тем более смеяться над ним Да, человек же ничего не может сделать, например, если не получается выговорить Р Или если, например, очки носит А посмотрите-ка на ту стену Икона А я знаю, кто на ней Это Матронушка Да, Матрона Московская Великая русская святая Она без глаз родилась, я помню Да, совершенно слепая А потом еще ноги у нее отказали Ходить не могла Ее в детстве тоже ребята дразнили И играть с Матроной не хотели И смеялись над ней А она не обижалась? Не просто не обижалась Матронушка молилась за своих обидчиков Помогала им И многим-многим другим людям И исцеляла И советы мудрые давала Как будто не слепая Да-да Так что гене своему передай Чтобы не обращал внимания ни на какие дразнилки А жил нормальной жизнью Вообще-то Р Сложный звук Я тоже его не сразу научилась говорить Говорить Если горло ладонь подставить Чувствуется, как горло прямо дребезжит Когда произносишь этот звук Ой, правда Дрожит А почему горло дрожит, знаете? Нет Потому что поток воздуха Который выходит у нас из легких через горло Встречает на своем пути препятствия Какие? Язык И зубы Верно А если есть препятствие Значит этот звук какой? Согласный Правильно А какой согласный? Звонкий или глухой? Ну Мы же не говорим Р Мы произносим Р В нем участвует голос Значит звук Р Звонкий Молодец А какой еще есть звук похожий на Р? Какой? Он слышен в словах Кричать Варежка Порядок А Звук Р Мягкий Прекрасно Алтай Ты что? А Да Верно В слове прекрасно Есть и звук Р И звук Р Ура Чудесная доска Алтай Ты опять перенес ее к нам Из возможной реальности Это нам Алтай намекает Что пора заняться звуком Р Всерьез Ой На доске картинка появилась Это что? Рюкзак? Похоже Алтай Ты нам в поход что ли предлагаешь отправиться И собрать в рюкзак вещи? Но чур вещи туда кладем только такие В которых есть звуки Р И Р Давайте А слово рюкзак Как раз начинается со звука Р Точно Я первый Я кладу в рюкзак фонарик В середине слова звук Р Полезная вещь Вечером в лесу без фонарика никак А я положу консервы Сгущенку там, тушенку В слове консервы звук Р В середине слова Верочка у нас хозяйственная А я добавлю, пожалуй, топор Звук Р в конце О, это правильно Чтобы дрова колоть И разводить костер Сколько сразу слов со звуком Р Дрова Разводить Костер А мне тогда пригодится Кружка Чтобы чай пить Звук Р В середине Чай с лесными душистыми травами Это замечательно А еще я люблю Туристический коврик Чтобы в палатке на нем спать Целых два звука Р И две гласные И после Р Обозначают мягкость согласного звука Туристический коврик Я еще добавлю к съестным припасам Заварку, крупу, сахар И другие продукты И соберу остальное снаряжение Ура! Рюкзак готов! А куда мы отправимся? А вот Алтай просит, чтобы мы сами предложили места Но так, чтобы в словах были звуки Р И Р Предлагаю на речку На озеро Или в горы Или в сосновый бор В общем, на природу Решено! Будут у нас приключения И песни под гитару И рассвет над озером И рыбалка Ой, Алтай возьмем? Конечно Он будет нас охранять И на всяких зверей рычать Р А как мы назовем наш туристический отряд? Чтобы на Р начиналось Р О, решительный Р Ручеек? А может быть, романтики? А кто такие романтики? Это творческие люди Которые уважают других людей Любят красоту Умеют мечтать Придумывать разные истории И превращают обычные дни В настоящие праздники Ура! Я романтик! Алтай, ты чего хочешь? Он хочет, чтобы мы написали Название нашего отряда На чудесной доске Но для этого надо узнать Как пишется буква Р На которую начинается слово романтики Я знаю Надо написать с большой буквы Потому что это название А все имена, названия, клички животных Пишутся с большой буквы И еще начало предложения Тоже с большой Заглавной буквой начинается Ой, а напомните мне, пожалуйста Как пишется буква Р Сейчас покажу Вот, смотри Сверху вниз палочка А справа сверху Как будто месяц А, я вспомнила Нам дядя Валера рассказывал Как узнать, какая луна на небе Увеличивается она Или уменьшается Я тоже помню Надо мысленно Приставить к месяцу сбоку палочку Если получится буква Р То луна растущая Значит, она с каждым днем Будет увеличиваться Расти А если буква Р Не получается Если месяц похож на букву С Значит, луна сейчас Спадающая То есть она с каждым днем Будет становиться Все меньше и меньше Пока совсем не исчезнет И не наступит на Валуне А потом снова появится Тонкий серпик К которому можно будет Приставить палочку Чтобы получилось Р Любопытный способ Определять фазу Луны Возьму на вооружение Смотрите У Алтая на чудесной доске Появились разные буковки Р Одна из них Похожа на парус А другая на флаг О, и даже флаг России Рядом появился А я знаю почему Потому что слово Россия Тоже на Р начинается На заглавную Р Потому что это название Вот какая важная буква И слово Россия на нее начинается И слово Родина Которое тоже в некоторых случаях Пишется с большой буквы А почему? Это же не название Ну вот когда речь идет О нашей большой Родине О нашей стране Тогда слово Родина Пишется с заглавной буквы А когда с маленькой? Когда мы говорим О малой Родине О месте, где человек родился Например Василий Петрович Поехал на свою родину В село Загорское Здесь с маленькой буквы Здесь с маленькой буквы пишется Рязань Рязань Ржев Россош И другие А страны на Р есть? Ну кроме России Ну конечно Румыния Руанда А вот на доске появилось название Прекрасного города Фома Прочти это название Это слово маленькое Даже я могу прочитать Рим Начинается на звук Р Нет, не на Р А на Р Верочка А почему ты прочитала Первую букву мягко? Не знаю Но видно же После Р Стоит И Совершенно верно Перед буквами А, У, О, И Согласный Р Произносится твердо Радуга, рука, роза, рычаг А перед И Е Мягко Река, рис, карета, перина Алтай Хочешь поиграть? А во что? В загадке Алтай много загадок знает Будет их на доске высвечивать Фома, ты будешь читать А Вера отгадывать А если я не отгадаю? Ну, вместе справимся Точно Но мы помним, что у нас сегодня тема Буква Р Так вот Ответы на загадки Обязательно должны начинаться на эту букву Первая загадка Читаем Под водой живет Ходит задом наперед Ой, не знаю Водолаз какой-нибудь Начинается на Р Р Рак Рак, я догадалась Он задом наперед ходит Давайте следующее Кому не прикасается За того цепляется Это у нас в классе такая девочка есть Она ко всем цепляется Всем все время замечания делает Вер Вер Отгадка начинается на Р А, да-да Сейчас цепляется колючка какая-нибудь А, репейник Правильно, Алтай? Ура! Прекрасно Продолжай, Фома Зубов много, а ничего не ест Хе, сытая акула А если на Р, то Рыба Нет, это не рыба Это расческа У меня есть расческа У которой много зубов Молодец, Верочка Ну-ка давай, Алтай, последнюю загадку Крашеная коромысла Над рекой повисла А, ну это мы знаем, да, Вер? Давай хором Ра-ду-га Какое хорошее слово Радуга Да, много есть хороших слов Со звуками Р и Р Радуга Радость Родные Родина Спасибо, дядя Миша Спасибо, Алтай Сложная буква Р Но какая замечательная Много мы сегодня про нее узнали И про букву И про звуки Р Р Что это звонки согласны Что гласные после него показывают Мягко этот звук надо произносить Или твердо Что он и в начале слова может стоять И в середине, и в конце Что есть большая буква Р А есть маленькая А еще мы согласились Что вне зависимости от того Выговаривает кто-то звук Р Или не выговаривает Он хороший человек Это точно Спасибо, Михаил Гаврилович И тебе, Алтай, спасибо До свидания До новых встреч, друзья мои Учиться непросто И снова есть вопросы У Верочки и у Фомы В учебниках толстых Загадки и загвоздки Их будем разгадывать мы Считаем, читаем Зумрим и обсуждаем Мечтаем, витаем Творим и наблюдаем Урок это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура! Ура!